Однажды один знаменитый актер Роберт Де Ниро сказал такую фразу «Западнее Гудзона ничего нет». Я поверил ему на слова. Я долгое время жил в Нью-Йорке, в Манхэттене. И я могу сказать, что это самые неприятные воспоминания о моей жизни за 16 лет в Америке. Я обожал Нью-Йорк, я обожал Манхэттен, который находится сейчас как раз-таки за моей спиной. А «Западнее Гудзона» есть жизнь и намного более цивилизованнее, чем в этом зоопарке. Манхэттен – это некий, как в Америке говорят, ATM-машина, то есть машина для вынимания денег. Я думаю, что здравомыслящий человек может воспринимать Манхэттен только таким образом, только как вынимать деньги. И на этом все так и построено. Тот бардак, который окружает тебя, когда ты находишься в Манхэттене, не сопоставим с той реальной Америкой и с той реальной жизнью, которая окружает тебя помимо этого города. Два часа люди тратят как минимум поехать на работу, вернуться с работы. Это постоянные сигналы ёбнутым пешеходам, которые, блядь, не понимают, что если им горит зеленый свет, то чаще всего и тебе горит зеленый свет, и ты не можешь туда повернуть. Эти ёбнутый мэр де Блазио ебанько на всю башку, который позакрывал проспекты и сделал из них велосипедные дорожки. Короче, какой-то специфический город-зоопарк. Он очень красивый. Он прямо вот с этой точки, вот с этой точки он идеальный. А я его таким и люблю. Вот так выглядела моя мечта. Именно вот так. И поэтому я именно с этой точки на неё и любуюсь. Могу рассказать дополнительно ещё один маленький интересный момент. Мафасан, если я не ошибаюсь, когда строили Эфелеву башню в Париже, он был большим противником строительства и постоянно критиковал Эфелеву башню. И в конце концов, когда её достроили, была презентация, его увидели на самом верху этой Эфелевой башни. Когда у него спросили, почему ты так критиковал эту Эфелеву башню и говорил, что эта уродина портит собой весь вид Парижа, вы наверху. Если не ошибаюсь, он ответил так. Это единственное место, откуда её не видно. Так же и Нью-Йорк. Нью-Йорк – это единственное место, откуда его не видно. Когда ты находишься внутри, в городе, в Манхэттене, ты его не видишь, ты его только чувствуешь, ты его ощущаешь, ты его слышишь, ты его проникновенно ощущаешь и ненавидишь одновременно. Бывают моменты, бывают дни, бывает прекрасное настроение, когда ты благосклонно к этому относишься. Но видишь ты Манхэттен только и любишь ты Манхэттен только тогда, когда ты его покинул, к сожалению. Поэтому, когда ты немножко отдаляешься, тогда ты начинаешь более серьёзно ощущать то чувство, за которым ты приехал. Это чувство любоваться этим городом сдалека и периодически прикасаться к нему в кафе, встретиться с друзьями, опять-таки сделать что-нибудь, сделать бизнес. Но ты ощущаешь неимоверный кайф, когда ты уезжаешь из Манхэтта. И, к сожалению или к счастью, ты получаешь точно такой же неимоверный кайф, когда ты прилетаешь в Нью-Йорк, едешь в такси из аэропорта JFK, и видишь эту мощь, эти огни именно на таком расстоянии, именно издалека. Когда ты приближаешься к этой Махине, в этом и есть самый большой кайф. Самый большой кайф. Утки пытаются подтвердить мои слова, так что до встречи в Нью-Йорке, любите его, прикасайтесь. Но в то же самое время я бы рекомендовал периодически смотреть на другую сторону кудзона. От кудзона и до калифорнии. Всем привет!